Здарова, народ! Сегодня мы с вами поговорим об одном из таких подписных бендов такого блюзмена, как Стиви Район. Настоящий техасский парень. Так, где он у нас есть? Я играю здесь в до мажоре. Вот здесь. Это у меня минус один настройка, как раз сейчас ми бемоль. А если вы со стандартным строем, то это у нас, получается, будет си. Вот сюда, на один лад ниже вам нужно играть. Так, как он у нас звучит? Смотрите, где он вообще находится. Если мы с вами идем по первому боксу пентатоники, первый бокс минорный. Вот он. Вот у нас первый бокс. Он у нас находится вот на этом месте. Вот у нас до тоника. И вот у нас третья ступень. Смотрите, как он у нас сыграется. Если мы пойдем по пентатонике вниз, прямо по боксу, то здесь как раз вот этот бенд, он у нас идет вот сюда, в четвертую ступень. Видите, да? Именно о нем у нас и идет речь. Можно его применять, конечно, где угодно. Видите, да, как красиво звучит? Как его нужно делать? Да, давайте тоже об этом поговорим. Если мы с вами находимся как раз вот в этой блюзовой позиции, то вот этот вот бенд указательным пальцем мы с вами тянем. И ладонь мы с вами выворачиваем вот сюда наружу. То есть, соответственно, ладонь вытягивает за собой палец. Видите, да, какой механизм? Так, давайте еще раз пойдем по боксу. И давайте сыграем, допустим, как у Района игрался он в некоторых местах. Допустим, возьмем вот такой лик. Так, давайте еще раз сыграем. Видите, да, как красиво получается? То есть, в принципе, можно использовать его, он может стать такой, как привычкой. Допустим, так. Видите, да, всегда вот здесь под рукой получается. Вот такая, казалось бы, маленькая такая штучечка, да, очень сильно может разнообразить игру. Видите, да, нужно попадать сюда ровно в тон. Вот мы с вами тянем вот именно сюда. Вот в эту ноту. Несмотря на то, что у нас с вами здесь есть полтона, если мы с вами сыграем вот сюда из минора в мажор, вот так, да. Такой рок-н-ролльный момент. Но сам Райвоновский, вот этот бент, он у нас на тон. Вот сюда. Так, давайте еще раз поиграем. Красота, да и только. Что ж, вы поняли, да? Вот этот бент. Он может стать такой хорошей привычкой, если вы будете использовать его почаще вот в этом вот первом боксе. Что ж, вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам поможет разнообразить вашу блюзовую игру. Увидимся в следующих выпусках. Пока.